Примерно четверть жителей Приволжского федерального округа трудится в неформальном секторе. Ну а объемы теневой экономики, по некоторым оценкам, достигает половины ВВП страны. Такие данные сегодня назвали на заседании Совета при полпреде президента страны в ПФО. Теневую экономику нужно выводить на светлую сторону, а как именно, выяснял Юрий Мишенин. По различным оценкам экспертов, диапазон теневой экономики составляет от 15-20% до 50% ВВП страны. Огромные цифры, по сути, вторая экономика России находится в тени. Назвали сегодня и самые криминальные сферы, среди них финансовая и налоговая операция с недвижимостью, торговля и ЖКХ. Мы все прекрасно понимаем масштабы негативного влияния на темпы экономического развития. В 2015 году в округе около 3,5 миллионов человек были заняты в неформальном секторе экономики. Это 23,5% численности занятого населения. В 2016 году этот показатель вырос до 24,5%. То есть четверть населения в трудоспособном возрасте, мы с вами учитываем по существующим методикам, находится в неформальном секторе экономики. В каждом регионе ПФО примерно одни и те же проблемы, с небольшими территориальными особенностями. Так в Оренбурге часть теневой экономики связана с границей. Контрафакт на алкоголь и незаконная миграция. Надо отметить, что за последние пять лет наблюдается тенденция роста числа нарушителей государственной границы. За это время скрыто и локализовано свыше 10 каналов незаконной миграции. Но для полного решения данной проблемы требуется кадровое инфраструктурное и аппаратное усиление приграничной зоны. А также ужесточение ответственности для организаторов и участников схем нелегальной миграции. А вот тут одних усилий региона попросту недостаточно. Нужна законодательная поддержка. Об этом и говорили сегодня на Совете. Чтобы справиться с теневой экономикой, необходим комплексный подход. В том числе и устранение правовых пробелов, дающих возможность нечистым на руку дельцам проворачивать операции. Стоит начать хотя бы с понятия, что такое это самая теневая экономика. Ведь сейчас даже нет ее определения и методики ее расчета тоже нет. Кроме того, необходимо, чтобы все федеральные, региональные власти и правоохранительные структуры работали вместе. В противодействии теневой экономики участвуют федеральные, региональные и муниципальные уровни власти. Везде достаточно сегодня контрольно-надзорных структур. Есть нормативная правая база, она не всегда достаточна. Но многие проблемы позволяют решить, если проводится слаженная совместная работа. Вот добиться такого взаимодействия – это одна из задач нашего Совета. Выработать те подходы, которые позволят на всех уровнях проводить необходимую работу, консолидированную работу. Которая позволит выявлять эти правонарушения или преступления, пересекать, наказывать тех, кого нужно наказать. И наоборот, стимулировать тех, кто работает в добросовести. С теневой экономикой справиться непросто и наверняка на это потребуются многие годы. Но то, что экономику нужно выводить на светлую сторону, уже понятно. И этим уже начали заниматься. Юрий Мишинин, Виктор Горшенев. Наше время.